Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За два месяца этого года в ДТП на дорогах Кировской области погибли 23 человека. Травмы получили почти 300 граждан, информирует ГИБДД. Чаще всего аварии с летальным исходом были связаны с выездом транспортных средств на встречную полосу. Виновниками таких трагедий стали в основном водители мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Самые опасные в данном отношении дни – пятница, суббота и воскресенье после полудня. Трасса 101 Бензин и дистопливо в нашей стране начали дешеветь, потому что снизилась оптовая стоимость горючего. За последние дни на петербургской бирже цены уменьшились на 20-25%. Интересно, а в рознице тоже будет падение на четверть? Еще один фактор, ведущий к снижению цен, заключается в том, что белорусские производители бензина переориентировались на российский рынок. В Федеральной антимонопольной службе успокаивают. Запасов горючего достаточно. Предпосылок для изменения ситуации на бирже нет. Трасса 101 Некоторые страховые компании выразили опасение, что в ближайшее время в России заметно вырастет число угонов автомобилей. К этому приведет взлет цен на комплектующие и их дефицит. Не секрет, что организованные группы угонщиков входят на дело в основном с целью последующей разборки машин на запчасти. Черный рынок запчастей уже процветает. По данным МВД, добавлю, в прошлом году в России самыми угоняемыми моделями стали представители массового сегмента Hyundai, Kia и другие. Трасса 101 А ГИБДД не отказывается от планов по наделению инспекторов правом приостанавливать регистрацию авто с явными неисправностями. Однако, чем больше руководители госавтоинспекции говорят на эту тему, тем отчетливее зреет мысль о том, что новый порядок будет бить в первую очередь по любителям сплошной тонировки и водителям, которые усовершенствовали оптику. Согласитесь, машину, из-под которой течет масло, увидишь редко. А вот наглухо тонированных авто и авто со светодиодными лампами вместо галогенных у нас много. Процедура будет такой. Инспектор останавливает нарушителей, выписывает ему бумагу с требованием в течение семи дней устранить неисправность. Если этого не произойдет, у водителя отберут свидетельство о регистрации. Трасса 101 Компания Kia резко подняла стоимость новых автомобилей и размер подорожания от 200 тысяч до 600 тысяч рублей. Наиболее доступный представитель корейского бренда хэтчбэк Picanto стоит теперь, судя по сайту, минимум 1 миллион 165 тысяч рублей. Цены на Rio начинаются от 1 миллиона 218 тысяч, на Ceed почти от 2 миллионов. Стартовый ценник кроссовера Sportage зафиксировался на отметке 2 миллиона 418 тысяч, Soul – 1 миллион 540 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok